МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Числился на хорошей должности, служебные обязанности не выполнял, но зарплату получал регулярно. Ходатайство следствия было мотивировано тем, что подозреваемый мусин, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, принять меры к закрытию доказательств, оказать давление на потерпевшего и свидетелей. Суд определял меру пресечения подозреваемому в мошенничестве. Игры с векселями. Что такое вексель? В смысле дорогая бумага. Это и не только прямо сейчас. Один стоял, пропуская встречный поток, другой ехал прямо, а третий хотел не упустить возможности развернуться. В итоге всем троим пришлось корректировать свои планы и подсчитывать материальный ущерб. На проспекте Амирхана столкнулись BMW, Kia Rio и Hyundai Solaris. Авария, произошедшая в самый час пик, едва не затруднила движение на этом участке дороги. О причинах ДТП расскажет Альбина Минебаева. BMW хотел проехать прямо, он поворачивал сюда. И BMW ничего не осталось, хотел проскочить между нами. По рассказам водителя Hyundai, он стоял в очереди пропускающих. Встречный поток хотел развернуться обратно в сторону Миллениума. Но из-за водителя Kia Rio планы пришлось поменять. Он также планировал развернуться, но крайний левый ряд своевременно не занял. Чем и спровоцировал то, что произошло через секунду. Вот этот первый автомобиль уже стоял, затем я был, потом BMW врезался у нас. А BMW сначала вас ударил или как она? Зачало, да, сначала меня, потом потокнул. Вероятно, водитель Kia Rio не до конца убедился в безопасности маневра и вывернул руль влево, он застал врасплох хозяина немецкой иномарки. Последний, двигаясь прямо, оказался фактически зажат между машин. Остановиться не успел и врезался в левый бок Kia, после чего BMW откинула настоящий Hyundai. По сути, виновен я, потому что я не со своей полосы стал перестраиваться. В зеркала я машину не видел, поэтому стал перестраиваться, я не видел. Учитывая, что долго искать виновного не пришлось, автомобилисты оформили все документы и покинули место в происшествии своим ходом. Альбина Венебаева, Арат Назипов, Азат Семигулин, Вызов 112. Серьезная авария произошла этой ночью на пересечении улиц Вершова и Искра. Там столкнулись автомобиль такси Renault Logan и Hyundai. По рассказам очевидцев, оба участника аварии двигались в попутном направлении. В какой-то момент 43-летний водитель такси со средней полосы начал поворачивать налево, в сторону улицы Искра. Второй водитель на это среагировать не успел. Как итог, обе машины выбросило на встречную полосу. Весь удар пришелся на водительскую сторону французской иномарки. Ее водитель с травмами грудной клетки был срочно госпитализирован в больницу. Второй автомобилист серьезных травм не получил. Стоит отметить, что на автомобиле такси установлена летняя резина. А причиной аварии на улице Гвардейская стало несоблюдение дистанции. Автомобиль Джили догнал Hyundai Tucson. По предварительной версии, водитель китайской иномарки отвлекся от дороги и протаранил корейский автомобиль, стоявший в заторе. В результате ДТП никто не пострадал. Больше всего досталось транспорту вероятного виновника аварии. У машины была сильно смята передняя часть. 59-летний мужчина и его 37-летний пасынок погибли, отравившись угарным газом у себя дома в селе Чистопольские выселки. Супруга хозяина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. По предварительным данным, владелец дома некоторое время назад отсоединил трубу воздуховода от газового котла, установленного в доме, чтобы повысить температуру в помещении. При этом мужчина систематически игнорировал претензии работников газовой службы по поводу нарушения норм безопасности. По факту трагедии, Следственный комитет проводит доследственную проверку. Незадолго до трагедии в гости к мужчине приехал у пасынок, с которым они стали распивать спиртные напитки. Тела мужчины обнаружила дочь погибшего мужчины, которая обеспокоена долгим отсутствием родителей, о том, что отец не отвечал ей на звонки, приехала в гости к ним и из чистопля. При этом она обнаружила, что мужчины не дают признаков жизни, но смогла вытащить из дома мать, которая в настоящее время госпитализирована в тяжелом состоянии. В набережных Челнах нетрезвый отец стал душить двухлетнего сына из-за того, что тот своим плачем стал мешать застолью. Следственный комитет в отношении 31-летнего подозреваемого возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, 20 февраля в городе набережной Челны Шамадинов распивал спиртные напитки вместе с своей супругой. При этом в соседней комнате находился их сын, 2016 года рождения. В какой-то момент ребенок начал капризничать и заплакал. Тогда пьяный Шамадинов зашел в комнату и с криками «Я тебя упью» стал удушить ребенка. В тот момент, когда мальчик начал синить и задыхаться, к нему подошла мать, забрала его и, сделав искусственное дыхание, вызвала медиков. Подозревается в получении зарплаты, но при этом не исполнении своих фактических обязанностей. Сегодня в Казани следователи обратились с ходатайством о заключении под стражу Эльмаза Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он незаконно получил больше 2,5 миллионов рублей. Сейчас может попытаться оказать давление на следствие и свидетелей. Внял ли этим доводом суд, узнала Нафиса Минязова. Подозреваемый скрывает свое лицо, популярности не желает. Полицейские задержали его накануне. Уголовные дела в отношении него возбудили по статье мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он числился в одной из компаний города, замначальника юридического отдела. В период с 2011 по 2014 год на его счет поступило около 3 миллионов рублей. Однако в этой компании своих должностных обязанностей он не выполнял. Свою вину Эльмаз Мусин не признал. Следователи сегодня ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу до 31 марта этого года. Мотивируя это тем, что находясь на свободе, он может скрыться от следствия суда, а также оказать давление на потерпевшего или свидетелей. Защита была, естественно, против. В ходе рассмотрения ходатайства, каких-либо данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый намеревался скрыться от органов предварительного следствия, либо пытался оказать давление на потерпевшего или свидетелей, либо иным образом подпримал меры воспрепятствовать расследованию уголовного дела, суду не представлено. В связи с этим суд решил отказать в заключении под стражу подозреваемого и отказал в удовлетворении ходатайства следователей. В итоге меру пресечения подозреваемого так и не избрали. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Подпольный нефтеперерабатывающий завод обнаружили сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Топливо подделывали в промышленных масштабах. Продавали суррогат не только в Татарстане. Лена Зинатулина расскажет о качестве товара и как такое вообще стало возможным. Производство поддельного моторного топлива организовали на арендуемой базе в набережных Челнах. Отсюда, как установили оперативники, тонны суррогатного бензина расходились по ближайшим регионам. Оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по республике Татарстан задержали подозреваемых в изготовлении суррогатного моторного топлива и продаже его по эффективным документам в промышленных объемах. Технологию процесса изготовления контролировал один из задержанных, имеющий специальное образование. Сказывался и опыт работы в нефтеперерабатывающей отрасли, но должного качества не получилось. Экспертиза подтвердила, что продукция не соответствует требованиям ГОСТа и классу бензина. Хотя по документам все было в порядке. Подозреваемые, как выяснили полицейские, легально приобретали у производителей мелкие партии бензина, а затем многократно перепродавали их цепочки подконтрольных фирм-однодневок. Фактически никакого движения товара не происходило, а в реальную продажу под видом заводской продукции поступал суррогат. Всего полицейские изъяли больше 100 тонн кустарно изготовленного топлива и ингредиентов для его производства. Также сотрудники полиции установили находящиеся под контролем фигурантов уголовного дела фирмы, на счета которых поступали деньги за реализованный товар. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с крупным штрафом. Лина Зинатульна, Вызов 112. Продавали векселя, но на деле, уверены полицейские, это было обычное незаконное игорное заведение. Открытый только посвященным клуб с ограниченным доступом рассекретили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в Елабуге. Его деятельность, помимо обычных в таких случаях мер безопасности, прикрывалась куплей и продажей якобы ценных бумаг. Но Айрат Назипов узнал, что в заведении не видели разницы между ценной и дорогой. Что такое вексель? Ну, в смысле, дорогая бумага. Вексель – это утвержденная Российской Федерацией документ единого образца. Какими векселями вы торгуете? Клиенты в заведении, все проверены временем. Приходящие после предварительного звонка подписывали договор купли-продажи бумаг, составляли акт приема-передачи, после чего начинали играть. Ладно, семерки, давай гараж. В ходе осмотра игрового помещения оперативники подразделения экономической безопасности изъяли 8 системных блоков, 9 мониторов и более 48 тысяч рублей. Из работников заведения на месте была только 19-летняя кассир-клуба. Устроилась недавно, руководителей не знает. У вас кто на работу устроил? Мужчина. Мужчина. А как мужчина зовут? Мужчина. Он сам приезжает? Вы не знаете его номер, да? А деньги как вам? Зарплату платят? Мужчина платят. Чуть позже суд в отношении ее избрал меры пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, в феврале 2018 года в городе Елабуге, в одном из торговых павильонов, проводились незаконные азартные игры. В настоящий момент в Следственном органе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тарстан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация проведения азартных игр». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас следователи устанавливают круг лет, причастных к организации этого бизнеса. Айрат Назипов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова